Достаточно уникальные фотоснимки времен Первой мировой войны предоставлены для проведения выставки Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына. На них запечатлены моменты будней мировой войны, самые обычные военные будни и люди. Кто-то из которых погиб, а кто-то эмигрировал из России после 1918 года, не приняв историческую реальность той России. Правда, музейный фонд Дома русского зарубежья предоставил только цифровые копии снимков. А вот некоторые дмитровчане, например, Павел Горячев, для выставки предоставил подлинные фотографии своего прадеда, его письма, телеграммы с фронта. На открытии выставки Зинаида Злотникова поблагодарила всех, кто помог организовать выставку. Эта война была великая, она была события, это было жестокое, такое кровопролитное событие, в котором принимали десятки государств. И нам очень приятно, что эта выставка представлена не только Домом русского зарубежья, а мы впервые представили материалы из личных архивов наших дмитровчан. После представления гостей слово предоставили Игорю Домнину, заместителе директора Дома русского зарубежья имени Солженицына. Главное, мы должны в эти аплодисменты с вами вложить понимание ценности сохраненного наследия, понимание роли тех людей, которым благодаря. Вот это мы сегодня можем видеть. Господин Домнин рассказал об уникальности предоставленных фотоматериалов, как сохранялась память о Первой мировой в русской эмиграции и коротко рассказал практически обо всех фото. После мероприятия продолжилась на третьем этаже в читальном зале. Игорь Домнин рассказал о сохранении памяти о Первой мировой войне русской эмиграции, о той работе, что проводится сегодня Домом русского зарубежья по работе с документами. Выступал и господин Александр Королев-Перелешин, первый вице-предводитель российского дворянского собрания, рассказавший, как стать членом общества, что в нем много потомков эмигрантов и не только. Виссарион Алявдин, президент Национального фонда возрождения русской усадьбы и Всероссийского общества потомков, погибших в Первой мировой войне и участников войны 12-го года, рассказал уже об этих двух обществах. А Елена Рудая, руководитель отдела научно-просветительских культурных программ Фонда изучения стратегической перспективы, представила вниманию присутствующих книгу «Свет и тени Великой войны», в которой собраны уникальные документы, начиная от приказов, писем, воспоминаний до фотографий, карикатур, рисунков, свидетельств той войны, что началась 100 лет назад. Также Елена Рудая подарила эту книгу библиотеке и пообещала через год привести и ее продолжение. За подарки ее поблагодарила Зинаида Злотникова, отметив, что библиотеке книга всегда самый лучший подарок. Слово предоставили и дмитровчанину Павлу Горячеву, чьи фотографии и документы из семейного архива также представлены на выставке. Он рассказал о своем прадеде, Павле Горячеве-старшем, простом человеке, который прошел Первую мировую войну. Прадед, будучи крестьянином, в 30 лет ушел работать на фабрику Баранова, если вы знаете, в Струнино-Карабаново. Обрикант Баранов создал там текстильные фабрики. И в дедовых письмах, которые датированы в 1917 году, можно прочитать, что сегодня исполняется 35 лет, как дед работает на фабрике. Значит, из простого крестьянина он поднялся до служащего. Это был простой и незатейливый рассказ о солдате, который воевал, защищал свою страну, не задумываясь особо над высокими материями. Кто развязал бойню, зачем все это происходит, почему произошла революция. Он просто воевал. Первая мировая война стала для всех нас уже чем-то далеким, уходящим в века и предания. Событием, как Древняя Греция, Гордарики, Русь. Война 1812 года. Но прикоснуться к ней можно через документы, фотографии, которые есть на выставке, открывшейся в Центральной библиотеке. Выставка будет работать до середины декабря.